Идею оборудовать избирательные участки веб-камерами высказал во время телевизионной прямой линии 15 декабря 2011 года премьер-министр России Владимир Путин. Цитирую. В прошлом году летом, в период пожаров, мы быстро восстановили жилье, в том числе и благодаря тому, что я попросила установить на всех стройплощадках веб-камеры. Они работали в круглосуточном режиме. Я предлагаю и прошу ЦИК установить веб-камеры на всех избирательных участках страны. На всех. И пусть они работают там круглосуточно, днем и ночью. Вывесить все в интернет и чтобы страна видела, что происходит возле конкретного ящика, заявил Владимир Путин. Премьер-министр не стал откладывать свою задумку в долгий ящик. Буквально на следующий день было собрано совещание, где обсуждалось, какая техника понадобится и в каком количестве. Всего планируется установить более 200 тысяч веб-камер и по две на каждом из 95 тысяч избирательных участков. Специальная техника в Кунгур поступила в конце прошлого месяца. Компания Ростелеком занимается установкой этого оборудования. В процентном отношении, ну на 99% по городу Кунгур уже установлены паки. Пак – это программно-аппаратный комплекс, который из себя представляет антивандальный шкаф. И в нем находится наше оборудование, то есть бесперебойное питание, удлинители, две веб-камеры. И нашему району повезло, что у нас ноутбуки. То есть ПК состоит из ноутбука. Завтрашнего дня программно-аппаратный комплексы начнут устанавливать в Кунгурском районе. Работы предстоит много, ведь оснастить специальным оборудованием предстоит 57 избирательных участков. Совместно с территориальной избирательной комиссией компания Ростелеком разработали схемы, на которых расписан и нарисован конкретный план местоположения камер. Одна, к примеру, будет находиться и показывать место там, где будет сидеть комиссия, и выдаваться будут эти избирательные бюллетени. А вторая камера будет направлена на место, где будут переносные и стационарные ящики. Как говорят территориальные избирательные комиссии, веб-камеры помогут следить не только за честностью выборов, но и за правопорядком. Ну, все-таки веб-камеры устанавливаются для того, чтобы была прозрачность действий работников участковых избирательных комиссий, членов УИК. То есть, как они работают, как проходит процесс голоса, понятно, как учитываются их голоса, как это все происходит, чтобы не было действительно каких-либо фальсификаций. Хотя у нас и не было таких, но тем не менее, чтобы более прозрачно была работа участковой избирательной комиссии. В местах массового скопления людей, таких как стадионы, школы и учреждения культуры, веб-камеры малозаметны. Сами по себе они компактные, имеют угол обзора 360 градусов. В комплекте с оборудованием имеется и специально запрограммированный ноутбук. После того, как программно-аппаратный комплекс будет установлен полностью, происходит регистрация объекта через Москву. Татьяна Андреева, Алексей Долгороков, Александр Липин, Галина Крикливцева, телекомпания Кунгур.